Владимир, традиционный вопрос в начале нашей рубрики. Как общее настроение и впечатление? Да, отлично. Здесь приятно. Очень много разных людей из разных направлений. Это очень классно и хорошо кормят здесь. Ну да, это мы уже успели продегустировать во время обеденного перерыва. Расскажите, какую компанию представляете? Компания 12.ru. Это новая такая платформа для реализации различных технологических маркетинговых инструментов, которая под собой объединяет сразу ритейлера, потребителя и мобильных операторов с разного направления. Почему такое название у компании? Ну, 12. Здесь очень долгая история, очень интересно. Можно почитать на сайте, так ее коротко не расскажешь. То есть в двух словах эту идею сформулировать очень сложно. Очень сложно, да. Хорошо, расскажите, почему вообще, как вы думаете, ваше направление является таким успешным, трендовым и хайповым, как правильно говорить, наверное? Да, хайповых очень подходит к нам. Ну, сейчас современные бонусные карты различные и накопительные системы, которые используют различные ритейлеры, они не то чтобы приедаются, но тем не менее теряется ценность в них тех бонусов и баллов, которые туда бросают ритейлеры. И чаще всего это просто не пользуется, это сгорает, это исчезает. С нашей программой все становится очень ясно и понятно. Человек сделал покупку и за это получил себе минуты, гигабайты смс прямо на телефон без различных каких-то других вещей. То есть это различного рода там, в том числе и действия, которые он может совершать, опять же, за понятные явные вознаграждения. Кто придумывает эти реферальные программы? Мы работаем и совместно именно с партнерами, потому что каждая программа лояльности, она опирается на те возможности, те пожелания, которые испытывает сам ритейлер в первую очередь. Чем крупнее, тем у него свои запросы, для более мелких свои, собственно говоря, предложения. Не имеет значения. Это может и с их бонусами работать, и параллельно, и как угодно. В зависимости от потребностей мы многофункциональные ребята, хайповые, как вы говорите. Я так понимаю, что это решения, о которых вы сейчас говорите, это решения, которые внедряются уже сегодня на рынке среди ритейлеров, верно? Ну, сейчас банки впереди, как бы реализация этого мы знаем, и наши ведущие банки, которые уже попытки сделали в этом реализации. Уже даже какие-то есть у них шаги первые. Есть на рынке уже несколько неудачных решений по поводу этого вопроса. Было, потому что это было не так многогранно, как мы себе представляем. Мы мучили ошибки тех и других, и последних в том числе, и поэтому с учетом всех ошибок стараемся двигаться вперед. Чего сегодня боятся ваши потенциальные вообще пользователи вашего сервиса и покупатели ваших услуг? Ну, бояться им абсолютно нечего. Они как раз ждут вот расширения. Сейчас у нас есть пилоты в торговом центре Лига, сейчас будут запускаться с Нового года еще пилоты в различных других торговых центрах. Люди больше ждут, чтобы это масштабно уже полноценно заработало. Опасаться здесь абсолютно нечего. Люди готовы к второй сим-карте, к использованию мобильной связи. Она понятна, она без всяких скрытых возможностей, все начистость. Поэтому людям это нравится, они этого хотят. Retail.ru сегодня отмечает свое 20-летие. Это такой добрый повод, благодаря которому все собрались здесь в режиме офлайн. Что можно пожелать retail.ru и всей индустрии в целом? В первую очередь держать темп развития, который они сейчас выбрали. Мы в этом тоже поучаствуем. Нашу презентацию хотим в будущем сделать, связать именно с Retail.ru, потому что мы верим в них. Это надежные ребята. И не сдавать позиции, быть на хайпе. Мы будем. Мы в свою очередь тоже делаем все для того, чтобы быть интересными, для того, чтобы быть полезными. И иметь отличные поводы собирать всех здесь для дружеского общения и обмена опытом. Спасибо вам большое за ваше интервью. Я действительно надеюсь, что когда-нибудь я выброшу все карточки программ лояльности, которые у меня есть. У меня будет одна, но очень многофункциональная и полезная. Возможно, она будет наша. Это будет наша сим-карта. Спасибо. Спасибо.